Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем эфир передачи «Инвестиционные идеи» за сегодня. А сегодня у нас уже 29 апреля 2021 года, четверг. Обычно это день продолжения тренда. Но, друзья, была вчера процентная ставка ФРС, поэтому ситуация, конечно, немного изменилась. И мы это подробно обсудим. Итак, коллеги, смотрим технический анализ, затем фундаментальный, и затем принимаем с вами решение, как же нам жить и работать сегодня. Итак, коллеги, начинаем с евро-доллара. Что случилось вчера? Ставка ФРС, основное событие, резко вниз, потом резко вверх. В общем, на 70, по-моему, пипсов. Давайте еще раз сверимся. Торговый диапазон на этом часе в 21.00. Да, 70 пипсов. Был торговый диапазон. Затем американцы затолкали еще выше на 1.21.49. Ну и после этого началось снижение. Некоторая Азия снижается. По моему взгляду, этот импульс может продлиться. Он в течение суток может длиться совершенно спокойно. Кстати говоря, в чате, коллеги, напишите, пожалуйста, как меня слышно-видно у вас на экранах. И я считаю, что мы вполне можем еще подрасти. Единственное, что сегодня уже четверг. Может быть, прям рискованно продолжить такой мощный тренд. Люди не соберутся. Но вряд ли, вряд ли сегодня прямо доллар по всем позициям вернется. Это, скорее всего, тема завтрашнего дня. Все-таки импульс после ставки КРС работает некоторое время. Тем более, Европа спала, Азия уже спала в это время. Ну и в Москве было 9 вечера, тоже, естественно, никто не работал. Поэтому на этих новостях, я думаю, доллар, евро, доллар поддержатся достаточно высоко. Сказать, чтобы продавайте, и мы вернемся, откуда вышли, прямо сейчас, не уверен. Давайте посмотрим на евро повнимательнее в этом спросе. Это часовой был график, чтобы показать вам, что случилось 9 вечера. Ну, вчера. Ну, а в целом, еврик даже зашел в отрицательную зону. Я бы его продавал завтра, скорее, чем сегодня. Посмотрим. У меня нет мнения по евро, по фунту. Ну, здесь гораздо более технично, на мой взгляд. Он, поскольку, да, ставку, что случилось здесь вечера, ФРС не подняло ставку 0,25%, как было, так и осталось верхней планкой. И вот на это не поднятие рынка, не поднятие ставки, участники отреагировали таким сначала резким движением вверх по евро-доллару. Ну, понятно, что это глобально. Не только по евро-доллару было это движение глобально, по доллару. Ну, например, по фунту тоже фунт вырос, доллар ослабел, естественно. Основная идея вчерашней ставки ФРС. Значит, видим, что по фунту с точки зрения технического анализа 1,3983 вполне себе легитимная цель. 23 пипса пробежаться наверх, я считаю, сегодня в течение дня можно. Конечно, велик соблазн резко развернуться и кинуться вниз. Ага, такое движение было мощное, сегодня начнут уже откатывать, корректироваться. Но нет, все-таки сутки этот импульс держится, друзья. Хотя в жизни, понятно, гарантий никаких нет. Но вот в фунте бы, в евро бы я сейчас не заходил, а в фунте постоять вот эти 23 пипса, возможно, и прохол наверх. Все-таки эту зону сопротивления прокалываем уже тут многократно. Я считаю, вполне можно. Далее, друзья, доллар иена. Доллар вчера свалился вместе со всеми, а сегодня отбивается. Вот это, конечно, подает идею покупки доллара. Но я бы, тем, кто хочет покупать доллар, я бы посоветовал покупать доллар иену. Потому что он часто живет против рынка. А если все-таки основная идея сегодня продолжение импульса на ослабление доллара, то доллар иена часто живет против. И поэтому, кто хочет покупать доллар, вот от текущих 108.78 покупать и постоять до 109.08. Вот такая 30, то есть 30 пунктов, не, подожди, а, 108, сори, почему 108? 108.78 покупать до 109.08 постоять. Да, вот эти 30 пипсов, я считаю, вполне можно выстоять здесь. И это с точки зрения покупки доллара пока наиболее интересно. Доллар швейцарский франк вчера мощно провалился, сегодня пытается отбиться. Ну, что вам сказать в этой ситуации? Возможно, поддержку мы встретили, но покупать в этой ситуации доллар-франк я бы не стал. Во всяком случае, пока мы половину хотя бы вчерашнего падения не отыграем. Нет, не захожу, не захожу абсолютно. Непонятно. Доллар, канадский доллар, смотрите, что творится с ним. С мая прошлого года падает и уже пробил, показал сегодня лой 1.22.85, а мы его ждали 1.39. Уже 1700 пипсов прошли за год против нас, не вернувшись к вопросу о том, что берите все, что угодно, все вернется. Вот такие идеи часто у нас звучат на Итроект ТВ. Парни, осторожно, доллар канадец за год никуда не вернулся. Будьте бдительны. Что сейчас? Тоже непонятно. Формально должен падать. Но уже такие пути пройдены вниз, что я даже не знаю. Тоже страшно покупать. Австралийский доллар-доллар. Вчера вытянули наверх, его сегодня сходил хорошо наверх, но вернули. Слушайте, а много неопределенности. Не факт, что сейчас доллар продолжит падение. Вот эта теория продолжения импульса. Много сомнительных моментов, скажем так. Доллар-турецкая мира. Ну, он вообще всю неделю падает. Несмотря ни на что. ФРС, МРС. Ясно, что это турецкий центробанк придавливает. Слушайте, а давайте сегодня вот так расслабленно себя проведем это время вместе. В каком плане? Что завтра будет очевиднее день. Вот смотрите, завтра покупка доллара предскалирует. Ну, прямо просится завтра. Сегодня еще подснизимся. Под влиянием действий центробанка Турции. Под, так сказать, неподнятием ставки ФРС. Мне кажется, завтра будет самый хлебный день. ДАКС. УСГЭПом ушел вверх, потом вниз. Ну, как тут торговать? Нет рынка на фонде, на ДАКСе, на германском фондовом рынке. СНП-500 попонятнее. Толкают, толкают наверх, обновляют. Это у нас фьючерс на американский фондовый индекс. СНП-500. 4212 уже. Я считаю, можно смело толкать. Денег полно, политическая воля есть. Совершенно спокойно стоим, мы не рассуждаем на тему, кто покупает на хаях. ХАИ тоже. Вот здесь были ХАИ. 3600 были ХАИ, 3800 были ХАИ. Сейчас ХАИ 4200. Да? Ну, они завтра станут лояльны. Поэтому, совершенно спокойно. Не храните фонду. Ни американскую, ни германскую, ни российскую. Денег полно. Мифы о том, что на фондовом рынке заработать продвигаются, хорошо проплачиваются. Я в них не особо верю. Но, тем не менее, если люди верят и хотят поиграть в эту игру, ну, почему нет? Ну, зачем им мешать? Наоборот, надо помогать, поддерживать. А вдруг получится. Хотя 300 лет капитализма, последние капитализму вообще лет 300 и есть, не убедили меня в том, что фондовый рынок обгоняет инфляцию. Абсолютно. Ну, что, друзья, вам сказать здесь? Золото в узком коридоре. Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз. Завтра-вверх, друзья. Такая простая логика. Нет рынка. Рискованно. Непонятно, что делать. Серебро. Серебро я просто думал, что серебро вчера ломанет наверх, а оно ломануло вниз. Нигде справедливости нет. И в серебро заходить не надо, пока мы не вывелимся из этой свечи 21 апреля. И из нее надо куда-то вывелиться. Она прям зажала нас. По логике вещей, вот сейчас мы зашли, попытались наверх, не пустили. По логике вещей надо продавать. Но все это вилами по воде. Нефть. Нефть удивляет. 29 апреля она растет. Ну, замечательно. Замечательно. Монета, кстати, вчера показала бай. Ставим ей плюсик за вчера. Ударили мы вчера 64-65 по WTI. Сейчас на 64 подсели. Ну, тоже смотрим вверх. Ну, замечательно. Давайте покупать. А завтра будем продавать. Если что, пятничную коррекцию себе организуем. То же самое по бренду, друзья. 57-22 на фаях вчера было. Сегодня уже удалились в эту отметку. Я бы сегодня скорее покупал, чем продавал. Раз толкает ее наверх, значит, это кому-нибудь нужно. Вот. Кто-то на этом зарабатывает. А вот завтра здесь тоже можно посмотреть вниз. Доллар, китайский яйн, друзья. Вчера закрылся в минусе. Сегодня минусует. Ну, давайте смотреть, что будет дальше. Вчера почти, кстати, отбился. Если бы не последующие события. Да, коллеги, пока доллар покупать и по-китайскому яйню нельзя. Можно ли продавать или нет, не знаю. Я вообще для себя 2 инструмента уже определил. Вот. И другие пока меня не сильно убедили. Ну, и доллар-рубль, конечно, друзья. Значит, мы открыли 74-26. Сейчас закрываем ГЭП. Я не думаю, что сегодня доллар сильно укрепится по рублю в рамках общей слабости. А вот завтра, да. Посмотрите, мы начали неделю, как, так сказать, мы заканчивали прошлую неделю. Чисто для себя давайте отметим. Прошлую неделю мы заканчивали. Это же прошлая неделя, правильно? 23-я должно быть число. Нет, 22-я, да. А, вот 23-я. Да, сегодня же четверг. Ну, правильно. 23-го с ГЭПом мы открылись. Заканчивали вот здесь, да. Ну, так не особо, честно говоря, да. Но все равно, куда скорректироваться есть. То есть неделя такая, если бы... А, это прошлая неделя получилось мощное подвение. И посмотрите, в пятницу не было, ну, небольшой откат снизу был, коррекции не было. В общем, и завтра рублем особо не поторгуешь. Ясно, что им занимаются, им держат. И, кстати говоря, здесь надо сказать, что Банк России делает хорошую работу. Вот, поэтому, ну, с одной стороны, это хорошо. Рубль стоит высоко. Ему помогает стоять высоко. Ну, плюс вчерашнее решение. ФРС тоже, конечно, в общем, подпопнуло доллар вниз. Поэтому рубль, естественно, тоже укрепился, тоже помогло. Так что спасибо Банку России, спасибо ФРС за укрепление рубля в последние дни. Но надо ясно понимать, что бесконечно это не будет. Сегодня пошел доллар в рост. Я бы не трогал вообще эту всю историю. Давайте посмотрим, что будет в понедельник. Я думаю, в понедельник многое станет попонятнее. И вообще завтра будет очень серьезный день планирования на понедельник. Особенно по доллару рублю. Пока непонятно. Покупать доллар точно не надо. Продавать доллар тоже опасно, потому что у нас тут тоже свои процессы идут. Мы об этом сейчас поговорим. Поэтому два инструмента, которые я для себя выделил по итогам технического анализа, это покупка фунта, кто не верит в доллар, или покупка доллар-иена. Кто верит в доллар? Мне, например, больше нравится покупка фунта в этой истории. Хотя они могут сработать однозначно, одновременно. И доллар-иена тоже хорошо выглядит, без сомнения. Все, друзья, фундаментальные факторы. Продолжается история осложнения отношений России с США, с Европой. Я не буду подробно эту тему, так сказать, озвучивать. Обсудим только одну наиболее важную тему сейчас, в моменте которой, поскольку она неожиданно сформулирована в очень таком ясной форме законопроекта. Я предлагаю ссылочку на документ Европарламента на английском языке. Посмотрите на нее, изучите, кому это интересно. Ну, а в комментариях, я тоже, естественно, просмотрел, в комментариях достаточно понятно все изложено. Значит, подготовил проект документа для Европейского парламента. Говорят, что может быть обсуждено сегодня, в течение дня, это решение. Значит, там ситуация такая. Ну, европарламентарии говорят, что опасаются возможного вторжения России на Украину. Также тревожит еще раз, еще и в целый ряд важных проблем, связанных с Россией. И вот слова такие звучат в проекте резолюции. ЕС должен дать четко понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет суровой. Поэтому настаивает на том, чтобы в таких обстоятельствах импорт, первое, это я, так сказать, подчеркиваю, первое, импорт нефти и газа из России в ЕС был немедленно прекращен. Второе, это опять же моя цифра два. Россия отключена от платежной системы СМИ. Третье, все активы в ЕС олигархов, близких к российским властям и их семье в ЕС, должны быть заморожены, а их визы аннулированы. Это так-то самый жесткий проект, который мы слышали. Почему нельзя, как бы, отмахиваться от него? Потому что, да, условия, можно сказать, что если Россия нападет на Украину, я сомневаюсь, что это случится, честно вам скажу. Вот, и, но, поскольку будут учения в мае, начинаются большие учения НАТО на границе с Россией, на территории Восточной Европы, в том числе Украины, вы знаете, могут быть всякие провокации, все, что угодно. Это же дело такое. Сколько неприятностей было из-за провокации, когда, так сказать, якобы виновная сторона ни сном ни духом. Поэтому здесь надо ясно понимать, что эта опасность может быть реализована. И меня что больше всего удивляет, что все почему-то журналисты, подчеркивают, отключены, Россию могут отключить от Слифта. Это второе. А первое, вы вчитаетесь, импорт нефти и газа из России в ЕС был немедленно прекращен. Вот что страшно. Торговая эмбарго энергетическая. Вот что реально страшно. Потому что если не будет денег, то и по Слифту гонять нечего. Нафиг вам тогда Слифт нужен-то в этом раскладе? Тут же надо ясно понимать. Меня удивляют журналисты, но они знают, что Слифт такая яркая, броськая фраза. Нет, импорт нефти и газа остановят. Вот в чем проблема. Третья проблема – это то, что активы в ЕС олигархов заморожены, визуанулированы. Это их проблема. Меня вообще это не интересует, скажу вам откровенно. А вот то, что да, импорт нефти и газа может быть немедленно прекращен, это серьезно. Ну, звучат и другие вещи. Остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и так далее. Внимательно смотрим. Почему я говорю, что понедельник будет очень важным днем? Потому что май начинается в субботу, 1 мая. А НАТО объявило, что учение, активное фразы учения продлится в мае-июне. Так они могут 1 мая уже что-нибудь замутить. Май-то уже в субботу. Тем более, они знают, что Россия 10 дней отдыхает. Поэтому, друзья, завтра мы обсудим это подробнее. Но мне кажется, что покупка доллара-рубля в пятницу вечером выглядит как интересная лотерея. А вдруг что-то 1-2 мая там шухарнется на границах. И вдруг там, так сказать, Евросоюз начнет какие-то меры принимать. А они уже все подготовили заранее. Еще май до мая еще два дня. А уже сегодня, завтра, ну я не знаю, когда у них будет сессия по этому вопросу. Это может быть принято, друзья. Поэтому тут надо бдительность сохранять. В доллар-рубль, во всяком случае, сейчас лучше не лезть совсем. Ну а то, что делать завтра, мы обсудим завтра, естественно. Далее, друзья, другие новости. Тесла продает биткоины. О, интересная новость. А биток этого не знает, видимо, поэтому не снижается. 54,400 стоит. Ну, он вверх-вниз ходит, естественно. Но пока не испугался этой новости от Бунберга, так на всякий случай. Друзья, в Турции почему меня удивляет, что доллар-движность снижается? Там большие неприятности. Там несколько дней назад глава фирмы криптовалютной биржи, так называемый Тодекс, Тодекс, якобы, как сообщают СМИ, значит, он был генеральным директором, этот человек, собрал все бабки, несколько миллиардов, как говорят, и скрылся в неизвестном направлении. Ну, убежал из Тодекс. А сегодня мы видим новость, что другая криптовалютная биржа турецкая, где биткоин прекращает всю свою активность в связи с финансовыми трудностями. Вот, тоже, то есть для Турции, она относительно небольшая страна все-таки, это два больших мощных удара таких, и это не может не сказаться на экономике, а значит и на лире. То есть, ну, сегодня еще поддержит Центробанк, а завтра, я думаю, доллар-лира можно покупать. Это даже не столько пятничная коллекция, а сколько накопленные проблемы. Что это, за неделю, считай, две мощных известные биржи, криптобиржи завалились. Ясно, что там были турецкие деньги, без сомнения. Российские новости, друзья. Выступил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит, иностранные интернет-платформы показывают свое отвязное поведение. Вот, молодец, Дмитрий Анатольевич, умеет прямо припечатать. Я тоже заметил, что у них отвязное поведение. И Минцифры, Министерство цифрового развития и связи России, значит, отмечает в этой связи, что, да, зарубежные игроки не соблюдают законодательные требования России. Ведомство подготовило предложение по запрету российским юридическим лицам платить таким поставщикам за рекламу. И Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что, говорит, это можно распространить и на другие договоры. Не только реклама, а вообще договорные отношения. О, как замечательно. То есть Ютубу запретят, Ютубу, Гугулу, значит, кто там, Инстаграму, Фейсбуку запретят принимать деньги от российских юрлиц за рекламу. Это серьезное действие будет, друзья. Так что наблюдаем, что дальше будет. Ну, то есть запрещать их пока не будут, но от российских денег отключат. Интересное решение. Цивилизованное, кстати говоря. Следующая новость. Сбербанк, друзья, выходит на рынок игр. Компьютерные игры имеется в виду. В рамках нового направления банк планирует сам выпускать игры и приобретать уже действующих игроков. О, киберспорт. Сбербанк, киберспорт. Интересно. Яндекс.Маркет, друзья, дает большие скидки, собрал убытки. Интабельность платформы в первом квартале снизилась. Идет демпинг. Очень сильно демпингует Яндекс.Маркет. Но это, в общем-то, неудивительно. МВД расстроило мошенничество с продажей КамАЗов на 1 миллиард рублей. Что они делали? Эти негодяи, понимаешь. Они назвали себя дилерами КамАЗа, якобы. Значит, собирали ремонтные комплекты автомобилей КамАЗ, делали их, собирали их и продавали как новые. В общем, наши люди пределы фантазии не исчерпают. Друзья, чемпионат мира по трейдингу. Лидер увеличивает свой отрыв. Александр Кравчук. 36,2% доходности. Поздравляем Александра. Ну и всех приглашаю к участию. Далее, друзья. Ну что, коллеги, давайте посмотрим, что монета сегодня думает. Она вчера, позавчера на своем баре была права. Но неужели опять бар? Неужели опять монета будет права? Бай и сел, две стороны. Но сегодня, по логике, вещей должно быть так. Потому что тренд продолжается. Бай, да что такое вообще? Что происходит? Мне нравится, когда мне говорят, Игорь Николаевич, да вы там это подделываете. Вы как бы специально показываете нужную сторону монеты в момент бросания. Ну то есть эти люди предполагают, что я знаю, куда пойдет мир. Это, друзья, не критика, это тонкий комплимент с их стороны. Ну, то хочу сказать. Май, берем, да, покупаем, нет, что тут, если что, это не я, это монета. Макроэкономика дня, друзья. Выходной в Японии сегодня называется День Сёва. А кто такой Сёва? Интересно, что в честь него. Сёва, новгородца, воззнаю, Сёва нет. ВВП США в 15.30. Ну и все, в общем-то. Подводим итоги, друзья. Сегодня, на мой взгляд, очень сложный день. С одной стороны, импульс от вчерашнего неподнятия процентной ставки ФРС США может действовать. То есть доллар может подсаживаться. С другой стороны, нет ни одной новости в укреплении евро, например. Ну ни одной. Наоборот, это решение, обостряющее решение в отношении России. И запрет на импорт нефти и газа возможный. И отключение цвифта, и замораживание активов российских олигархов. Ну все это, конечно, обострение в Европе. Это бьет и по рублю, и по евро. Естественно, это в пользу доллара. Но вот настолько, я думаю, что сегодня будет разнонаправленное движение. Торговаться будут отдельные активы в разные стороны. Никаких корреляций не придумывайте. Из того, что мы увидели в утреннем обзоре, на мой взгляд, тот, кто любит доллар, покупайте доллар и иену. Там динамика хорошая. Свои 30 пипсов он может показать наверх. Или, кто не верит в доллар, покупайте фунт. Он двигается наиболее, как, с точки зрения теханализа, правильно. И, на мой взгляд, те же 30 пипсов можно заработать. Вот такие, друзья, две разные, естественно, стратегии. Хотите, откроетесь в обе стороны. Сделайте разумный хедж. Сегодня это может сработать. А можете заработать и на обоих направлениях. Кстати говоря, такое тоже бывает. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.